О других новостях. Итоги развития основных отраслей обсудили сегодня на совещании главы Чувашии с правительством республики. В целом показатели неплохие, однако отдельные направления требуют повышенного внимания. Сельское хозяйство демонстрирует рост практически по всем направлениям. По итогам первого полугодия примерно 102%. Не очень много, однако стоит помнить, что в последние несколько лет погода словно взялась наглядно доказывать. Чувашия находится в зоне рискованного земледелия. Несмотря на это, посевные площади удалось довести до 500 с лишним тысяч гектаров. Кроме того, Чувашия вошла и в число регионов ПФО, обеспечивших рост производства мяса. Теперь главная задача, чтобы местная продукция дошла до потребителя. И здесь надо вести планомерную работу с торгующими организациями. В первую очередь с представителями крупных сетей. Договоренности у нас определенно есть. По шагу идем. Кое-что мы сделали, но надо еще много сделать для того, чтобы поддержать наших сельхозтоваропроизводителей. И личное пособное хозяйство через соответствующие организации, где они объединяются, для того, чтобы лоббировать свои интересы. И представлять продукт потребителя. Промышленность республики тоже показывает динамику. Однако ситуация в отрасли неоднозначная. На фоне обрабатывающих производств, где рост доходит до 105%, пищевая промышленность, производство изделий из резины и кожи, машиностроение и химическое производство выглядят грустно. И если у последних двух есть объективные поводы, то с остальными непонятно. Михаил Игнатьев потребовал от профильных министерств строже контролировать ситуацию. В первую очередь выяснить причину спада и принять меры. Елена Галиперина и Сергей Рябчиков. Республика.